Всем добрый день из Санкт-Петербурга. Меня зовут Ульянова Мария, я представитель компании Интурист. И сегодня я расскажу немного о наших турах, турах в город Санкт-Петербург, а также о новых направлениях по северо-западу, которые мы сейчас разрабатываем, представляем на нашем сайте, которые можно сейчас бронировать. Я не устаю повторять, что Петербург — это альтернативный любой поездки в любой европейский город. У нас есть и своя маленькая Голландия, у нас есть своя Франция, свой маленький Париж, своя Италия. Мы можем посмотреть любые направления архитектуры, которые представлены в Европе. И действительно наш город с уникальным в этом плане. Более 200 музеев, более 100 театров, реки и каналы, разводные мосты наши знаменитые, «Белые ночи». Один из самых романтичных городов страны нашей, в принципе, мира. Город, который пользуется, безусловно, популярностью как среди туристов на мировом рынке, так и, естественно, и наших туристов. И да, сегодня в нашей нелегкой ситуации, непростой, конечно, вносит коронавирус коррективы. И мы уже не наблюдаем такое количество туристов на улицах нашего города, как обычно. Обычно в Петербург летом это высокий сезон. Длится высокий сезон с мая по сентябрь, а наши знаменитые «Белые ночи» — июнь, июль, когда город просто переполнен и иностранными туристами, и русскими туристами. И сейчас, слава Богу, потихонечку мы возрождаемся. Напомню, что наш город, в принципе, закрыт не был. Никакого карантина для приезжающих из других городов России не было. Только для туристов, для людей, приезжающих из-за границы. Никаких справок не требуется и не требовалось. Но все же, да, музеи многие были закрыты, сейчас потихонечку открываются. И, конечно, в том объеме, в котором мы могли раньше предоставить туристу программы, сейчас, конечно, мы этого сделать, к сожалению, не можем. Но все же туристы приезжают, приезжают, обселятся в наших отелях по очень хорошим сейчас ценам. Сейчас действительно действуют хорошие скидки. И наслаждаются видами нашего города, потому что Петербург — это не только Эрмитаж, это не только Мариинский театр, это не только Екатерининский дворец, его знаменитые интерные комнаты. Ну, это же город под открытым, музей под открытым небом. Компания «Интурист» представляет разные виды туров для туристов российских регионов. Тестборные туры тематические, классические, туры с авиаперелетом, туры на автобусе из Москвы, вип-туры, индивидуальные, сборные экскурсии, индивидуальный трансфер, обзорные экскурсии для транзитных пассажиров, что пользовалось большим спросом для тех, кто проездом в Петербурге, поскольку Петербург граничит с Европой, Эстония, а также Финляндия. Многие бывают проездом здесь, и многие отправлялись в круизы из Петербурга. Поэтому очень популярная такая услуга. Мы туристов забираем с вокзала, с морского вокзала, с железнодорожного вокзала, с аэропорта, показываем город и отвозим либо к месту проживания, либо уже дальше по пути следования. Также мы организуем туры для школьных и взрослых групп. Конечно, школьный туризм сейчас пострадал, наверное, в большей степени, но мы будем надеяться, что все это будет возрождаться, так как учить историю в таких декорациях, как в нашем городе, это, конечно же, прекрасно. И лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и прикоснуться к прекрасному. И будем надеяться, что школьные туры будут возрождаться обязательно, и дети со всех уголков нашей Родины будут приезжать. И, возможно, кто-то захочет остаться в этом городе, продолжить учиться. Многие так приезжают с группой, влюбляются и возвращаются сюда иногда уже навсегда. Мы имеем договора с популярнейшими отелями наших города, имеем блоки мест с гарантированным подтверждением, что очень удобно. Удобно то, что можно забронировать в пятницу вечером, в субботу, в воскресенье, и моментальное будет подтверждение отеля. Это здорово. Также на все туры в Петербург у нас комиссия минимальная 10%. Одним из популярнейших продуктов в нашей компании представленных – это пакеты с регулярным авиаперелетом. Около 20 городов вылета на регулярных рейсах предлагает компания «Интурист» из разных городов страны. И здесь можно подбирать, можно выбирать. Это может быть авиаперелет и отель, авиаперелет и программа. Но, повторюсь, к сожалению, конечно, сейчас мы не можем предложить такой обширной классической программы, как это обычно, как это мы делали всегда, когда можно посетить Эрмитаж беспроблемно и Царское село. Но все же данное направление также продолжает пользоваться успехом. Цены сейчас летом в этом сезоне на авиаперелет достаточно упали. Бывают разные скидки акции, что не может не радовать. И возможность, конечно, по такой более интересной цене посетить город, поселиться в хорошем отеле в центре города, посмотреть его снаружи, прогуляться по нашим знаменитым набережным, полюбоваться решеткой летнего сада, посмотреть разводные мосты без толпы туристов, когда можно подойти, выбрать удобный для вас ракурс. Сейчас уже открылась навигация, можно покататься по рекам и каналам. Музеи и парки потихонечку открываются. Мы лояльно меняем программу, максимально стараемся держать руку на пульсе и предлагать то, что возможно сейчас в наших реалиях. И вот следующий тур, который я вам расскажу, экскурсионный тур Петербург-ВИП. Это тот тур, который, в принципе, не прекращал свое действие. Он уникален тем, что в него входит проживание в хорошем отеле, 4-5 звезды, индивидуальный трансфер, то есть туристам не нужно заказывать какое-то такси, дополнительно все это уже предусмотрено нашей компанией, и индивидуальная дневная обзорная экскурсия по городу. Трехчасовая с хорошим гидом. Гиды у нас высоко квалифицированные. Возможность познакомиться с городом достаточно близко, остановиться в понравившихся местах, возможность скорректировать программу заранее, поскольку экскурсия индивидуальная, заранее предложить свои варианты, попросить заострить внимание гида на тех моментах, которые интересны именно данным туристам. И, конечно, сейчас индивидуальная экскурсия, то, на что мы рассчитываем в первую очередь, причем на семью 5-6 человек, если разделить, выходит это не очень дорого, учитывая то, что здесь мы забираем, опять же, с аэропорта с вокзалом, то есть это экономия на такси, туристу не нужно думать, где у нас ставят вещи. Мы можем либо с трансфером совместить экскурсию, если, допустим, рано приезжают, до заселения в отель, в отеле заселение происходит, насколько вы знаете, как правило, после двух часов. То есть здесь достаточно удобная ситуация по данному туру. Также можно добавить любую другую индивидуальную экскурсию, естественно, ту, которую будет возможно в наших сейчас реалиях. Возможно будет посетить Петропавловскую крепость вдвоем, втроем, вчетвером, значит, возможно. Все это обговаривается. Всегда можно задать вопросы, написав нам по почте. И мы постараемся сделать максимально полезно, интересно для туристов, чтобы даже в этих условиях сейчас мы получили максимум информации и максимум удовольствия от посещения нашего города. Также хотела представить вашему вниманию наш тур на День военно-морского флота. Тур максимально бюджетный. В него входит всего лишь одна экскурсия, продолжительность либо два дня, либо три дня, тур выходного дня на праздник День военно-морского флота. В него входит авторская экскурсия нашего гида, пешеходная экскурсия, колыбель российского флота. Начинается она от танца метро «Адмиралтейская». И дальше с нашим опытным гидом пройдете по самым интересным местам, таким точкам, которым, наверное, в обычных экскурсиях обзорных и не удается посмотреть. Обязательно в стоимость включена система радиогид, чтобы туристам было удобно слышать гида, чтобы ни шум города, ни, допустим, насишение масок, ничто не могло повлиять на получение информации. Заезды 24 июля и 25 июля. Стоимость достаточно бюджетная, за счет того, что мы включаем одну экскурсию, все остальное дополнительно можно по желанию будет включить, если будет такая возможность. Также немножко расскажу о нашей новой идее, тур в формате City Break, экскурсионный тур выходного дня длительностью от двух до четырех дней. Максимально все просто, включено изначально, включено проживание, а далее по возможности наполнения пакета можно будет дополнять экскурсиями, но опять же, в зависимости от того, когда нам будет дан зеленый свет на работу с музеями. Но Петербург — это не только наш город, это еще большая, это еще Ленинградская область интереснейшая. Также мы делаем новое направление Карелия, Великий Новгород, Новгородская область, Псков, а также туры в Калининград планируются в ближайшем времени появиться. То есть мы планируем выходить весь Северо-Запад, и многие из туров будут совмещены с программами в Санкт-Петербург. То есть туристы могут побывать в Санкт-Петербурге, посмотреть наш город, а также отсюда уже посетить другие места, которые удобнее посетить из Петербурга, нежели из других городов. Наверное, нет резона ехать из Сибири, из Казани ради того, чтобы посетить один Великий Новгород или Псков, или только Карелию, а вот совместить таким удобным форматом, чтобы посмотреть и Петербург, и перейти дальше, отправиться на автобусе или на поезде в Карелию посмотреть Псков, Великий Новгород, Старую Руссу. То есть это такой достаточно уникальный, интересный формат. Туры в Ленинградскую область уже возможны сейчас. Это однодневные автобусные туры, то есть, обращу ваше внимание, это именно не экскурсия, это именно все-таки полноценный тур. Сейчас отправление происходит от метро Девяткино, в будущем, ну, это будет из центра города, от площади Восстания. Сейчас просто в условиях новых реалиях большие автобусы отправляются из области. Туры действительно очень интересные, потому что если Петербург, это все-таки императорский в первую очередь, город, столица Российской империи, это балы, это революция, это наши знаменитые литераторы, то Ленинградская область – это уникальный регион, где можно посмотреть средневековый выбор, где можно отправиться к старейшему городу нашей страны, Старая Ладога, к месту зарождения нашей родины, посмотреть Тихвинский монастырь, и Шлиссельбург, крепости, древние города. Все это происходит на комфортабельных автобусах, туры насыщенные, хоть они однодневные, но мы вот с утра уезжаем, плотно смотрим, предусмотрено свободное время на обед, и возвращаемся, это такая достаточно уникальная возможность посмотреть такие уголки нашей родины, необычные, не совсем привычные, и, естественно, это достаточно отлично от Санкт-Петербурга. Далее, говоря про северо-запад, вот мы не можем не вспомнить нашу знаменитую Карелию, Кижи, Валаам. Представлены у нас на сайте как однодневные программы, так и многодневные туры, тоже можно совместить либо с поездкой в Петербург, это может быть просто однодневное посещение региона, либо остановиться на большее количество дней. Туры поставлены под поезд «Ласточка», что очень удобно, на поезде не все готовы ездить на автобусе, не все готовы переносить дорогу, поэтому в этом плане «Ласточка» очень удобна, она идет всего 4 часа в пути, и мы уже находимся в Карелии. Также в автобусных турах цена уже включена, то есть автобус уже включен, и стоимость программы достаточно бюджетная, 1990 рублей с человека из Санкт-Петербурга мы отправляемся, чтобы посмотреть такой прекрасный, уникальный регион, красивейший регион, о котором многие тоже мечтают, влюбляются в него и хотят возвращаться снова и снова. Ну и туры «Великий Новгород» и «Псков», также у нас представлено из Санкт-Петербурга от этого дня, точно так же есть возможность поехать и на автобусе с включенным переездом, и на ЖД с включенным переездом, либо ЖД добавить отдельно, остановиться ли на ночь, более подробно посмотреть данный регион, либо одним днем съездить в Псков, в Новгород, и то, и то возможно, и то, и то реально. Псков – это на Ласточке, Новгород – однодневный, у нас на автобусе идет. Посетить Старую Руссу, отдохнуть там, погулять среди соленых озер, попробовать воду из минеральных источников. Достаточно уникальные регионы, мы назвали эти туры к истокам Руси, абсолютно другая архитектура, естественно, абсолютно отличная от нас, настоящая Россия. Прошу обратить внимание и на данные программы. И, наверное, на этом у нас все. Еще раз повторюсь, что Петербург не был закрыт, он был открыт изначально, и никаких справок, ничего не требовалось абсолютно. Приезжать можно, сейчас сохраняется масочный режим для посещения магазинов, для общественного транспорта. Он не жесткий, но лучше маски, перчатки иметь при себе, чтобы не было никаких-то неприятностей. Так что, пожалуйста, приезжайте в Санкт-Петербург. И наши контакты на последней странице. Для групповых заявок у нас отдельный номер. И любые вопросы можно задать нам по почте.